Это все-таки случилось. 16 октября Никол Пашинян, находящийся на пике своей популярности, объявил об отставке с поста премьер-министра. Целью ухода Никола является желание распустить национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Но не стоит думать, что до момента проведения выборов республика будет находиться в состоянии политического кризиса. Пашинян продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности премьер-министра. Еще в преддверии отставки глава государства подчеркнул, что страна выходит на новый исторический этап. Также он высказал мнение, что до конца года необходимо, чтобы бархатная революция пришла к своему логическому завершению. Конечно же, под логическим завершением подразумевается процесс легитимизации предоставления Николу Пашиняну полномочий премьер-министра посредством общенародного голосования и возможность для главы республики сформировать правительство, состоящее из своих единомышленников. Логично, что с нынешним парламентским большинством, то есть республиканской партией, той самой политической силой, которая являлась партией власти вплоть до бархатной революции, Пашиняну сотрудничать крайне затруднительно. Из подобного симбиоза в правительстве едва ли выйдет конструктивная совместная работа. Да и, так сказать, перезагрузка парламента была одним из предвыборных обещаний Никола Пашиняна. И не похоже, чтобы граждане Армении были против, учитывая рейтинг республиканцев. Однако в нынешних условиях у Никола Пашиняна нет полномочий для распуска национального собрания. Потому его уход с поста был не только вопросом времени, но и необходимостью. По действующей конституции, после отставки главы государства, парламент в течение двух недель должен выбрать нового премьера, на что дается две попытки. И если оба раза премьер-министр не будет избран, то законодательный орган распускается и в стране проводятся внеочередные парламентские выборы. Риск для Никола заключается в том, что его сторонники имеют меньшинство в национальном собрании. А вот у конкурентов достаточно сил для избрания на должность премьера кого-то из своих кандидатов. Дабы не допустить такого поворота событий, Пашиняна устроил переговоры с оппонирующими партиями. Исходя из имеющейся сейчас информации, премьеру и его противникам удалось прийти к определенному компромиссу. И те согласились не выдвигать своих людей на пост главы государства. Конечно, республиканцы могут не сдержать своих обещаний, но все понимают, что это чревато очередными протестными акциями. Недавно Пашинян со своими сторонниками уже проводил митинг, заблокировав здание парламента. Потому какие-либо попытки для, хоть и имеющих большинство в национальном собрании, но напрочь лишенных народной поддержки республиканцев пойти в обход достигнутым договоренностям, видятся абсолютно деструктивными в сложившейся в республике ситуации. Однако не все из оппонентов Никола Пашиняна готовы к компромиссам. Пожалуй, основным конкурентом премьера, как минимум в медийной среде, остается бывший президент Армении Роберт Кочарян, который в свойственной для себя манере со скептицизмом отнесся к происходящему в республике, уличив Пашиняна в желании монополизировать власть в своих руках. В тактическом плане это понятная линия поведения, добиться успеха сейчас, как бы на пике популярности. В стратегическом плане я вижу проблемы. То есть как политик ты выигрываешь, а как государственный деятель надо еще подумать, стоило ли это делать сейчас. Формировать новую политическую монополию с точки зрения интересов государства, не думаю, что это правильно. Это будет однобокий парламент, новая политическая монополия. Но Кочарян, вероятно, осознает, что участие в досрочных выборах не принесет ему ничего, кроме разгромного поражения, потому участвовать в них он ожидаемо не будет. Хотя сам бывший глава республики объясняет свое неучастие исключительно тем, что просто не успевает по времени. Однако это не означает, что второй президент Армении готов признавать свое поражение в долгосрочной перспективе. Поэтому Роберт Кочарян заявил о желании создать собственную партию и уйти в оппозицию. Причиной, по словам экс-президента, является образовавшийся в оппозиционной среде вакуум, который необходимо чем-то заполнить. Сейчас я вижу в оппозиционном поле очень серьезный вакуум и полагаю, что его следует заполнить в интересах страны. Кочарян подчеркнул, что сам он какую-либо высокую должность занимать не планирует, а партию создают по причине сложившейся в стране ситуации, которую он, в силу своего склада характера и жизненной позиции, проигнорировать не может. Так что же мы имеем по итогу? Никол Пашинян сдержал свое слово и все же ушел в отставку. Очевидно, что его целью является сформировать то правительство, в котором будут люди лояльные премьеру и готовые двигаться с ним в одном направлении. Ожидаемо это вызывает шквал критики со стороны республиканской партии и Роберта Кочаряна, которые предупреждают об опасности формирования Пашинянской диктатуры. Сложно поспорить с тем, что узурпация и монополизация власти – это всегда плохо. Однако впереди нас ждут парламентские выборы, и если они пройдут честно, а именно это пообещал Никол Пашинян, то мы сможем увидеть реальные настрои граждан республики. И в том случае, если какая-либо партия наберет крайне низкий процент голосов или же вовсе не сможет пройти в национальное собрание, просто потому, что народ ее не поддержит и предпочтет других людей для представления своих интересов, будет крайне сложно говорить о том, что происходящее является диктатурой. Кто бы ни стоял во главе стороны – Никол Пашинян, Роберт Кочарян, Серж Сарксян – при условии проведения честных выборов партия, имеющая поддержку большей части населения, вправе считать себя представителем народных интересов. Ну а байками о надвигающейся диктатуре Пашиняна армянскую общественность пугают уже не первый день. Конечно, власть – вещь развращающая и способная затуманить сознание. Едва ли можно представить себя на месте руководителя страны, пока самым на практике не станешь. И так уж сложилось, что на постсоветском пространстве диктаторские режимы отнюдь не редкость. Однако, вопреки всякого рода предостережениям, хочется верить, что армянское общество уже ментально переросло по требности так называемой «твердой руке». И просто не допустит того, чтобы руководитель государства, который является менеджером, удовлетворяющим интересы общества, превратился в эдакого местечкового царя. Да и сам Никол Пашинян, как я уже когда-то говорил, не производит впечатления человека с подобного рода замашками. Конечно, получив в свои руки власть, подкрепленную реальной и огромной поддержкой населения, в голове человека могут происходить изменения не в лучшую сторону. Но есть ли смысл наводить панику раньше времени? Едва ли. Если Пашиняну хватит ума не превращаться в типичного постсоветского руководителя, а армянскому народу не допускать возможности становления диктатуры в республике, то волноваться однозначно не о чем. И на данный момент ситуация выглядит вполне себе оптимистичной. Потому ждем внеочередных парламентских выборов, которые должны пройти примерно 9-10 декабря, смотрим на цифры и уже по факту делаем вывод о том, какое правительство на данный момент хотят видеть люди. Субтитры создавал DimaTorzok